Дорогие друзья, всем привет! В этом видео я продолжаю серию обучалок, посвященных скрамблингу. И в этот раз мы с вами будем разговаривать о том, как перемешать пирамидку. Как сделать так, чтобы она была перемешана по всем правилам Всемирной Ассоциации Спидкубинга. И самое первое, что нужно сделать, и между прочим то, о чем многие забывают, это правильно ее взять. И правильно взять, между прочим, тоже делится на два этапа. Сначала нужно найти желтую сторону и поставить ее вниз. Потом найти зеленую и поставить ее так, чтобы она смотрела на вас. Зеленый к себе, желтый вниз. Ну потому что белой стороны здесь нет. Если желтой и зеленой сторон тоже нет в пирамидке, а такое бывает, пирамидки бывают и фиолетовыми, и коричневыми, ну в общем что только нет. То нужно найти самую светлую сторону и поставить ее вниз, а потом самую темную и поставить ее к себе. Противоположных сторон на пирамидке нет, поэтому ситуация, когда самая белая напротив самой темной, просто невозможна. Ну что, в пирамидке всего лишь навсего четыре стороны, четыре оси, скажем так. Поэтому использовать мы будем только четыре буквы. Р, ну и соответственно Р штрих. Л, и соответственно Л штрих. У, У штрих. И Б, Б штрих. Вот собственно и все. Заметьте, двойных движений типа Р2 или Л2 в пирамидке нет. Потому что если мы захотим сделать Р2, то получится, что мы по сути сделали Р штрих. Согласны со мной? Потому что полный цикл это всего лишь три движения. Раз, два, три. А не четыре как в кубике. Поэтому двойные движения здесь абсолютно лишены всякого смысла. Но это еще не все. В пирамидке есть не только слои, но и маленькие уголочки, которые тоже определенным образом вращаются и имеют свою нотацию. Нотация для уголочков, ну то есть буквы, ничем не отличается от букв для вот этих вот слоев. Разница лишь одна. Здесь буквы заглавные, а здесь буквы маленькие, строчные. Обратите внимание на три последние буквы вот в этом скрамбле, который сейчас на ваших экранах. Эти три последние буквы как раз таки и отвечают за перемешку уголков. При скрамблинге пирамидки уголки скрамблятся в самом конце. Ну что, попробуем? Поехали. И вот теперь маленькие буковки. У, Л, Р штрих. Ну как вы видите, вот этот уголочек остался без изменений. Сверяем. По передней стороне сошлось, по-моему, один в один. Да? Гляньте, три зеленые уголочка на нас смотрят. И там тоже три зеленые уголочка. И три желтеньких. Вот раз, два и три. Теперь посмотрим на нижнюю сторону. Ну и здесь тоже вот три желтеньких. И четыре синеньких и две красненьких. Так же все сошлось. Да я просто мастер скрамблинга. Если честно, я делаю это чуть ли не первый раз в жизни. Но ради этого видео я решил таки научиться скрамблить все головоломки ради этой серии обучалок. И хочу, чтобы вы тоже были грамотными спидкуберами, которые не только умеют головоломки собирать, но и которые могут быть хорошими помощниками, организатором на соревнованиях. Ну вот, друзья, это было видео о том, как скрамблить пирамидку. Единственный факт, маленький факт, который я забыл сказать. Средний скрамбл у пирамидки, ну получается где-то ходов 12-13, плюс еще флип уголочков. Вот и все. То есть скрамблы на пирамидку короче, чем скрамблы для 3х3. Но длиннее, чем скрамблы для 2х2. Все, друзья, всем спасибо. И до новых встреч на моем канале. То, о чем... Дорогие друзья, всем привет. Это видео. Я не знаю, как начать. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok